Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Безопасность превыше всего. Президент принял с докладом председателя КГБ. Нацелен на эффективное решение задач. О чем еще говорили? Пожар в многоэтажке. Дом Нарокоссовского попал в сводки МЧС. Предварительно причина могла стать незатушенная сигарета. Если пострадавшая. Праздничное шоу «Дворец искусств» отметил юбилей. 30 лет – это замечательная дата. И мне бы хотелось пожелать ярких мероприятий. Кто выступил на главной сцене. А также проверка войск, первый урожай и зимний характер. Этой ночью синоптики прогнозируют до минус 14, когда ждать весеннюю погоду. Президент принял с докладом главу Комитета госбезопасности Ивана Тертоля. В центре внимания тематика текущей работы КГБ, ситуации в сфере национальной безопасности, а также защиты конституционного строя. В целом, результат от деятельности Комитета виден, подчеркнул Александр Лукашенко. Речь шла как о текущей ситуации в стране, так и об ожиданиях, связанных с наступлением весны. Мы говорим о периоде 25-27 марта. Важным вопросом является то, что КГБ по компетенции отмечает рост террористических угроз. К сожалению, это не происходит в территории наших соседей, как правило, сопредельных государств. В целом, Комитет работает, есть конкретное поручение главы государства по минимизации этих угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной. И правоохранительные органы достаточно имеют сил и средств для реагирования на различные роды угрозы. Кроме того, с докладом глава государства сегодня принял управляющего делами президента. Традиционно в центре внимания работа подведомственных управ делами предприятий и сотрудничество с африканскими странами. Это направление курирует Виктор Шейман. Не заметила. Водитель Мерседес Бенц наехала на 16-летнего пешехода. Авария произошла в воскресенье в 10-м часу вечера на Социалистической, около 125-го дома. Девушка, как сообщается, переходила проезжую часть по зебре. В этот момент ее сбила 39-летняя бобручанка, которая находилась за рулем немца. В результате ДТП пешеход получила травмы и ее госпитализировали. ГАИ призывает водителей к предельной осторожности и внимательности на дороге. Горячий уикенд. На выходных в Бобруське зафиксированы три пожара. Первое возгорание произошло в переулке Парижской коммуны. Здесь 7 марта в 5 утра горел жилой дом. В здании, по словам соседей, никто не находился. Сотрудники МЧС ликвидировали пламя и спасли рядом стоящее строение. На следующий день на номер 112 поступило еще одно сообщение. На этот раз полыхала оконная рама многоэтажки на Рокоссовского. По прибытию спасателей наблюдалось горение оконной рамы в подъезде. Буквально в читанные секунды пламя было ликвидировано с помощью лафетного ствола. Эвакуировать граждан с подъезда не пришлось. В результате пожара повреждена оконная рама и закопчены стены в подъезде. Предварительно причиной могла стать незатушенная сигарета. Не до праздника было и жителям Жлобинского переулка. Пламя не на шутку разыгралось в частной бане. Полностью уничтожена крыша, обуглены стены, появился прогар в перекрытии. К счастью, во всех ЧП обошлось без жертв и пострадавших. Белорусская зелень, запрет на палы и дедлайн близко. В стране завершается голосование за выбор даты Дня народного единства. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В тепличных хозяйствах страны приступили к сбору первого в этом сезоне урожая овощей. Белорусские огурцы, зеленый лук, салат уже появились на прилавках магазинов. Благодаря использованию высокопродуктивных сортов и современным технологиям выращивания, овощеводы планируют обеспечить полезным товаром не только внутренний рынок, но и поставлять зелень на экспорт. В вооруженных силах Беларуси начался второй этап комплексной проверки войск. К ней привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части. Планируется призвать из запаса порядка тысячи человек. Проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки. В Беларуси завершается голосование за выбор даты государственного праздника День народного единства. Дедлайн – 10 марта. Для участия в голосовании необходимо заполнить специальную форму на сайте 6-го Всебелорусского народного собрания. Беларусам, напомним, предлагают две даты – 17 сентября или же 14 ноября. Минприрода напоминает о запрете на сельхоз, палы и выжигании сухой растительности. Штраф от 10 до 30 базовых величин, а за разведение костров в запрещенных местах – до 12 базовых. Специалисты отмечают, из-за палов объединяется видовой состав луковой растительности и животного мира. Гибнут беспозвоночные, насекомые, лягушки, ящерицы и другие животные. В ближайшие двое суток в стране сохранится зимний характер погоды. Облачно с прояснениями и без существенных осадков обещают синоптики. Этой ночью местами столбики термометров опустятся до отметки в минус 14. Днем по республике ожидается от минус 3 до минус 6 градусов по северо-востоку до плюс 2, плюс 4 в юго-западных районах страны. Не исключен небольшой кратковременный снег. Начиная с четверга температура воздуха повысится и приблизится к нулевой отметке. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 1073 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились свыше 297 тысяч человек. Европа готовится представить проект по созданию паспортов вакцинации. В электронных пропусках будут данные о состоянии иммунитета и дате приема препарата. Так называемые зеленые паспорта, получивших вакцину, уже используются в Израиле, где привито более половины населения. Тем временем число вакцинированных в мире уже превысило 300 миллионов. В США людям, получившим иммунитет, разрешили не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию. Красивая дата. Дворец искусства отметил юбилей 30 лет творческой истории. Сегодня это главная концертная площадка города. Сотни фестивалей, в том числе международных, прошли в его стенах. День рождения собрал друзей звезд Максим Кембель о ярком шоу. Главной концертной площадки города 30. Кто начал здесь трудиться еще в советское время, не могут поверить. Если внешний дворец сильно не изменился, даже ангел, стремящийся к солнцу на месте, то сцена и зрительный зал уже не те. Новые экраны, современное световое оборудование, качественный звук. Начинка, благодаря которой концерты превращаются в шоу международного уровня. Но в юбилей только лучшие номера. Я снова жива, я снова стою на краю земли. Поздравить коллектив Дворца искусств приехали и звезды белорусской эстрады. Певица Влада часто гость в Бобруйске, а эта сцена и вовсе как родная. Будучи 7-летней девочкой, она участвовала в телевизионном конкурсе именно на этой концертной площадке. В юбилей поп-дива поют свои лучшие хиты для бобруйской публики. Дворец искусств я хочу поздравить с юбилеем. 30 лет – это замечательная дата. И мне бы хотелось пожелать ярких мероприятий, красивых событий, чтобы вы окутывали своих зрителей, безусловно, интересными программами и афишами, но и зрители, безусловно, отвечали взаимностью и с радостью посещали все ваши мероприятия. С удовольствием поздравляю всю профессиональную команду, желаю творческого роста, ну и всего самого хорошего. До встречи на следующем юбилее. Заглянул на Огонек и Георгий Голдун. Известный певец и телеведущие свои песни посвящают прекрасной половине человечества. Так, кто бы плыл в другую ногу, от севера к югу. Мы молчим вдвоем, но каждый о своем. В коллективу хочется Дворца искусств обратиться сейчас и поздравить с юбилеем Дворца искусств. Пожелать, наверное, хороших зрителей, пожелать просто побольше интересных каких-то программ. И, ну, как-то развитие, наверное, это в первую очередь важно для любых творческих людей. А я уверен, здесь люди работают творческие. Поэтому пускай все только начинается и всего вам самого лучшего. В этот вечер со сцены юбиляра звучали только лучшие хиты. «Солнечная сторона», арт-группа «Белорусы», городские коллективы. Все песни в честь профессионального коллектива Дворца искусств. Ему всего лишь 30. Шоу обязательно продолжится. Максим Кеммель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА